приветствую всех с вами лего старого номер один и извиняюсь за то что три дня не было обзоров по временю да сами знаете почему школа и плюс опять это скажу странно и страшное и занынное слово точнее эти три слова мне нечего снимать опять опять я сталкиваюсь с этой проблемой в какой же раз 10 и 15 опять нечего снимать а лего наборы набирают очень мало просмотров мне тупо невыгодно снимать лего обычно но все же хочу порадовать подписчиков и заснять обзор все равно значит это у нас маленький обзор точнее набор на обзор а именно battle pack давайте рассмотрим коробку тут написано что это лего star wars изображен кайло рен рекомендован его возраст по сборке от 6 до 12 лет артикул набора 75133 и название набора rebel alliance battle pack то есть тут даже написано что это battle pack ну и собственно сама картинка на задней стороне инструкции вы можете увидеть голографический вид этого спидера далее тут всякие эпичные сценки функции набора и оружие и джетпаки набора теперь посмотрим на инструкция обычная базовая естественно мы ее открываем и собираем далее у нас перечень всех деталей реклама все мини фигурки лего club реклама и робот который говорит нам выиграй теперь мы можем посмотреть на мини фигурки данного замечательнейшего набора первая мини фигурка у нас это человек который летит на жипаке имя его неизвестно также он не является известным вообще в принципе персонажем просто занятная мини фигурка давайте рассмотрим ее поподробнее она имеет принты на ногах принты на теле мы это можем увидеть то есть какая-то куртка жилетка расстегнутая всякие ремешки тут замки далее карманы и тут джетпак дальше что у нас из вооружения обычный бластер который стреляет красными пинточками ничего такого обычный некрасивый бластер который похож на фен но мне по крайней мере он не нравится это лично мое мнение далее шлем который очень продетализирован как мы видим везде есть принты вот и так же одно лицо то есть вот офигенный шлем далее джетпак новый джетпак раньше были халявные джетпаки клонов теперь это аж 4 детали то есть двигатели две детали вот этот фигня детали и сама основа серого цвета джетпак вот и он может на нем летать спокойно дальше у нас идет честно говоря я не помню расу напишите как эту расу называют в общем та самая в общем раса да то же самое в общем-то только голова другая и все ну и принты немного другие давайте и с них и начнем тут мы увидим тоже какую-то кофту рубашку да что-то типа наподобие этого тут что-то типа рации хотя вряд ли какие-то боеприпасы ремешки опять же вот далее тут карманы потертости всякие и складки на одежде и сзади такой же кстати джетпак как и у предыдущей фигурки далее лицо она довольно детализировано естественно принц одной стороны потому что минифигурка без какого-либо парика очень классно у нас тут всякие мускулы на лице и красные глаза также наш бластер фен который тоже умеет стрелять следующая минифигурка это раса радианцев да я помню на удивление и так этот радианец кстати у меня не впервой потому что у меня был уже подобный правда голова была немного другая но все же ладно не об этом сейчас сейчас мы как обычно по обыкновению рассмотрим принты ноги абсолютно одинаковые жилетка жилетка идентична с этой минифигуркой то есть в принципе я могу не рассматривать эти принты вот а да точно мы вот это вот не видели поэтому я вам покажу тут у нас есть тоже всякие кармашки и складки на одежде вот далее мы видим самую крутую самую принтованную голову в этом наборе очень классно такая вся пупырчатая с ушами то есть все очень хорошо продезализировано и это мне пипец как нравится но и также есть естественно фенобластер как же без него это у нас последняя минифигурка из этого набора это тоже человек итак принты у него аналогичные аналогичные вот этой минифигурки но поскольку тут же так мы посмотрим тут задний принт тут мы увидим опять же кармашки притянутый ремень и капюшон такой неровный и всякие тут эти в общем да блин не помню забили ладно принты абсолютно такие же уже говорил далее шлем очень интересно то что тут можно как бы это стекло переставлять то есть он может его как будто бы как будто бы одеть и как будто бы вот так вот сюда напялить то есть открыть как бы вот довольно хитрый прием и также тут он имеет лицо бруса бэннера если правильно назвал ой брус бэннер господи брус уэйн точно бэтмен да короче лицо бэтменом имеет бруса война время посмотреть на спидер и так это главная и основная часть набора то есть да именно почему часть потому что тут не представлены все фигурки они за кадром вот поэтому я и говорю часть в общем ладно рассмотрим поподробнее спидер он намного крупнее обычных спидеров из наборов потому что это главное что есть набор естественно его надо увеличить у нас спидер очень хорошо и плавненько катается благодаря вот этим деталям плюс они еще прозрачные что очень хорошо вот тут у нас куча всех бластеров мы видим да вот допустим сзади тут у нас сидит этот чувак он заправляет этой пушкой которая вертится крутится и стреляет в разные стороны также тут есть аналогичная пушка которая тоже стреляет красной этой фигней ну и радианец тоже может стрелять то есть это просто как-то оснащено все по жесткому сзади тут всякие турбины и мини крылья что мне очень понравилось ручки для тормоза там до ускорения и все такое далее далее что тут у нас есть пульт управления такая гладкая классная деталь которую может понадобиться самоделках но я не самоделюсь система и базовая вот такая штука для спидеров это две штыки вот эти вот как там они называются это в общем где вот эти вот палочки и на них повешены треугольники как знаки то есть это довольно базовый вариант для спидеров спидер мне довольно понравился на самом деле я больше ничего о нем не могу сказать разве только что он двухместный все набор как по поводу брать набор или не брать брать я считаю что брать тут есть довольно редкие мини фигурки как радианец вот этот и не помню его расу вот этого чувак если у вас нет этих раз обязательно покупайте если есть то не покупайте стоимость набора вроде бы 1200 рублей а сколько я помню ну ладно с вами был лего стал номер один подписывайтесь на канал с вами был повторяюсь в общем ладно всем пока до скорой встречи